привет всем продолжаем проходить все открытые челленджи 26 пропустим пока что ну потом как можно быстрее его откроем мозги один из самых таких тягомотных челленджи мы здесь играем за синего пацана у которого 3 синих сердца со старта и его стартовая активка уже каноничка и то есть то есть здесь у него какашка как и обычно здесь как и в другом челленджа синим пацаном не важно сколько у тебя урона важно как ты играешь но если там это было достаточно просто то здесь здесь все немножко иначе о нет это уменьшил меня количество синих сердец у меня теперь их два мозги мозги боба которые за мной летают они также меня в бога превратили поэтому я оставляю вот такой зеленый след он довольно сильный кстати эти мозги боба они взрываются если направить их в нужном направлении они забываются только об врагов и появляются после какого-то определенного времени также в этом челлендже громовые бедра которые меня замедляют но также к счастью стар на стандартная скорость у синего пацана 11 так что поэтому сейчас у меня скорость на 0 1 выше эти мозги боба очень сильные они взрываются и отправляют они не оставляют ядовитые ядовитые облака как ядовитые бомбы обычные я оставляю пожить и нет они по моему они по моему только цель отравляют до облака нету в общем то они очень сильные но они взрывают и меня тоже кто бы мог подумать и основная проблема этого челленджа ждать как эти мозги появляются заново потому что когда тебе не хватило за одну комнату всех трех мозгов становится грустно потому что тебе нужно ходить доджить и не получается так вот с этими бочками осторожно двигающиеся бочки взрываются эти бочки тоже взрываются оказывается подождите я думал от стомпи взрываются ладно хорошо я думал стомпи взрываются только передвигающиеся бочки а кто так ставит домой и господа эффект стомпи это почему его можно ненавидеть я нашел в секретке бомба и этот бомба имеет четыре фазы тринка работает на золотые комнаты поэтому сейчас бесполезная о давай 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 это идеально смотрите вот сейчас во второй фазе когда он во второй фазе он очень крутой он пассивно выдает награды при прохождении комнаты если вы хотите его так оставить то нужно следить за тем чтобы он не выдал в награду монету которую сам подберет вот это вот вторая фаза это лучшая вообще фаза бомба блины как не таким вот собственно я прошел он сразу же выдал мне бомбочку классный вот эта фаза реально самая крутая в обычных забегах потому что третья фаза от почему я подбираю давай собирай сам вот эта третья его фаза здесь он становится чуть чуть медленнее и если я стреляю он тоже стреляет если он попадает во врагов он может призывать монетку при попадании и эти монетки он сам может использовать чтобы собирать но вы можете у него его их воровать третья фаза самая такая дерьмовая ну кроме самой базовой первые которые вообще ничего не делают третья фаза это переходный период но четвертая фаза четвертая фаза это бомба крушить о ровно хватило в четвертой фазе он также может делать награды но отличие от второй фазы здесь он награды получает точнее дабы дает только когда собирает монеты поэтому вторая фаза лучшим вторая фаза дает награды всегда а третья только когда собирает монеты ну и четвертая фаза это мощная фаза потому что здесь он хоть и медленный но наносит массу урона если он будет стоять около врага долгое время он еще и бомбу под него засунет причем это может быть и вредным короче бомба бомба мощный его к сожалению очень сильно занерфили в репетансе так ну на дело я по-любому не иду зачем он не нужен вообще раньше до репетанса бомба прям очень сильным был а его по моему в четыре раза что ли слабее сделали причем интересно то что он умеет выдавать предметы полноценные он делает это очень редко но он умеет это делать зачем ты бамбу просто бомбу поставил с чем он бомбу поставил а он не видит разницы между монетой и каким-то врагом если он что-то преследует то он ставит бомбы это его механика поведения если он что-либо преследует он будет оставлять бомбы периодически хорошо ячмень ничего сейчас не дает абсолютно я убью ангела потому что мне делал абсолютно не нужно мне нужно максимизировать сейчас шанс на английские сделки отшельник телепортирует в магазин можно будет его использовать чтобы сброс раша сбежать я уверен что я успею в сочетании с бомба то бомба вообще это большое везение для чего для этого челленджа давай собирай кстати стоит заметить что четвертая фаза бомба не летает хотя все остальные летают даже 3 хотя казалось бы она выглядит так как будто не должна летать но она летает прикольную тринку мне дали она будет позволять сбегать какие-нибудь тупиковых комнат с неживательных забить зайдем сюда сердце куплю почему бы и нет а собирай может чем дашь особо его оставлять монету нет смысла когда он уже вырос также очень важно не кормить его когда вы идете на матерь я до туда еще не дошел но все же скажу когда вы на матерь нож собираете не кормите бомба до этого потому что вы выйдете с второй части ножа и он обнулится он забудет о том что было у него будет амнезия и он вернется в первую фазу собирай одну монетку я себе возьму чтобы синее сердце если чё купить и чё ты мне ничего не дал за вот эти вот монеты засранец когда у тебя стоим ты можно создавать мосты точно так же как бомбами главное идти в нужную сторону зачем я прохожу эту комнату вообще здесь меченый а я могу зубы и ногти использовать лапка это не более чем часть гэппи но кстати это бесконечная активка если я найду если я найду сломанный пульт будет очень полезно я все равно какашкой абсолютно не пользуюсь так что все в порядке так колесница зубы и ногти кстати не работают на попрошайку и автомат они защищают только от внешних источников урона хорош полет а вот и расслабься рейлакс наверное джокера сейчас прожму чтобы просто не тратить время на то чтобы бегать с ним я хочу остаться с отшельником сейчас а бомбы блин найти бы там коронованный чел какой же он жирный ему два мозга патент понадобилось сейчас можно было наблюдать что зубы и ногти еще добавляют контактный урон обычно я этим вообще не пользуюсь но в этой ситуации это хорошо так совпало я не мог устоять наверное еще поступил по способству то что здесь вообще стрелять нельзя так мы идем дальше надеюсь сделка не откроется потому что я в ней тебе прокурсу ой прости бомбы открылась здесь ничего мне не нужно типа вообще этот сундук можно открыть с помощью зубов вот так это все увеличивает урона мозг от урона не скелется мозг всегда строгий урон наносит кроме конечно же этих факторов когда ты можешь найти bff ты можешь найти мега бомбы мозг сочетается с модификаторами но не со всеми и bff на него их работают также я никогда не рекомендую брать мега бомбы для мозга потому что он будет обладать таким радиусом бешеным что им пользоваться адекватно вообще нельзя будет в обычном забеге мозг очень хороший предмет немножко вредный ну то есть понятное дело себя можно взорвать но как вы видите как предмет он очень даже сильный типа этот забег кстати до сундука я до сюда до туда еще ни разу не ходил в темную комнату ходила в темный сундук нет это не темный сундук просто сундук в сундук я еще не ходил там не особо как-то что-то особенное там тоже самое что и в темной комнате но немножко другие варианты комнат ну и босс конечно же другой умри от моего следа молодец колесница чё у нас здесь одни рачка я могу заролить бамба но я не хочу его ролить причем стоит заметить да спасибо за дальность мне это не надо было стоит заметить что если ты ролишься в челленджах то стартовые предметы ты не изменишь так что челлендж не сломается если еще заролюсь у меня мозги останутся вообще у меня с боссов были почти все в хп апах но блин наличие а уж наличие бамба сейчас делает мой билд билдом так что я не хочу его терять император я его потом использую так звезды не стоит использовать потому что они могут отправить меня в комнату босса стоит использовать лучше отшельником если мозгом научиться пользоваться то он очень даже полезный замечательная комната бамба там бегает как сизиф на раньше сундук золотой содержал мозг от этого мозг был довольно частым гостем в обычных забегах по-моему это единственный челлендж в языке как до сундука прям так я успеваю еще на босс раш я хочу убить ангела чтобы получить вторую часть ключа а до 45 до сундука это правда панк еще не 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 панка да панк панк до сундука все правильно я против вообще забыл что другие челленджи были до сундука кредитка сейчас бесполезно не я могу ее взять конечно но я откажусь от императора который мне остался на этаже так но наверное здесь стоит взять чабика все остальное достаточно бесполезно сукном если прожать например колесницу будет двойное двойная длительность если поражать звезды поражать их до того как впервые зашел в комнату на этаже там будет как будто бы у тебя золотой в общем то есть предметы на выбор будут если императора поражать до того как ты посещал император на этаже то тебе дадут синее сердце в общем такие маленькие усиления но очень даже приятно деньги мне типа некуда уже девать так что пусть будет какой же бомба все-таки слабый раньше он прям шмалял не по-детски и такое ощущение что даже человек сейчас сильнее бомба раскрывается скорее там где бомбы начинают ставить удивительно как этот забег как этот челлендж он как бы не такой уж и долгий он по длительности как обычный забег но он каждый раз ощущается очень изнурительным просто из-за того насколько у тебя мало опций интересно интереса какого-то нету особого очень монотонно так есть еще один подобный челлендж который pong который тоже до сундука и он еще более монотонный там вообще пытка какая-то причем челлендж то проходит даже быстрее чем обычный забег но ощущается в три раза дольше парадокс куда-то пошел убивал быть тех же самых да убейся об шипы сердца некуда девать а ты типа не летаешь да ну ладно соберу за тебя монеты у бомба есть очень большая слабость это подвижные враги сюда мне не надо как хорошо дар стоп помогает в этом забеге все тупики можно пропустить и не подходить эта комната будет долгим немало бомб так что я пройду и все-таки самое смешное такую комнату встречать с эпиквитусом разумеется можно взорвать двери но что если ее встретить рядом с боссом причем на последних этажах такие комнаты тоже есть с эпиквитусом подобные комнаты превращаются в пытку мечных нету тупик еще одна противная комната которую мне не надо проходить я пытался двигаемся плавненько у бомба всегда такой ультрафокус он на ноге так делает на сердце и на мегастоне тоже так сделает если с ним туда пойти он просто берет первую попавшую сердцель и так как эта цель все еще жива даже если она не уязвима он все равно остается преданным своему делу и пытается ее атаковать но у него ничего не получается он просто пересасывается к одному месту и не знает что ему еще можно сделать у него нет функции смены цели он идет к цели до последнего я только сейчас понял что я пропущу весь следующий этаж потому что император лучшая карта которую можно получить челленджи летающие свечки вот эти такие противные когда у тебя мало скорострельности но к счастью мозги умеют уничтожить эти костры куча раз было были моменты когда эти свечки мне причиняли очень много страданий потому что то сколько они оставляют огоньков это просто преступлением пять бомб у меня да я боюсь использовать бомбы для пропуска комнат потому что я могу не туда просто пойти и мне мало того что не останется бомб мне надо будет заново еще проходить это все но я все таки пошел в нужном направлении какой-то восковой получился собор почти все комнаты с этими челиками давай бомба действуй я думаю ты хорошо с ним справишься своими бомбами здесь начинается реальная проверка как вы умеете доджить этого босса вот опять бомба пошел атаковать языка которого на экране нет так в эту фазу лучше помысловать если бы у меня бомба не было я бы делал вот так и он был сразу же улетал собственно бомбы сейчас даже не успел догнать его всегда стоит сразу же в бомбу ставить под него когда он так появляется даже вне челленджа это очень хорошая тактика но собственно это будет сейчас сундук в отличие от темной комнаты в сундуке золотые сундуки стоят вот это будет работать остальное все абсолютно бесполезно сейчас и мы сражаемся с синим пацаном он по сложности примерно такой же как айзек но немножко по-другому себя ведёт он призывает очень много мух он стреляет самонаводкой и когда он взлетает нужно быть готовым к телепортации если он телепортируется он делает это прямо перед тобой поэтому я всегда останавливаюсь когда ожидаю его телепортацию то есть если ты прям двигаешься во время его телепорта то он осознанно будет прямо в тебя прилетать поэтому когда ты видишь что он телепортируется надо всегда останавливаться всегда что же детектор проводки открыт это бревок который позволяет разрушать камни и рано или поздно под камнями будет секретка подпольная точно такая же как и обычно но если то сидом обоснована то есть вот она на этом этаже в этой комнате вот под этим камнем в этом сиде она здесь находится но с этой тринкой искатель проводки она будет после определенного количество разрушенных камней это количество разница по рандома но так и иначе пока вы с этой тринкой бегаете сколько бы вы не бегали когда-нибудь разрушенный камень даст вам эту тринку эту секретку и вы не найдете эту секретку другим способом она именно спавнится именно тринкой ее невозможно найти заранее и собственно это просто будет хороший бонус если вы разрушаете множество камней очень редко и удается ее использовать чаще всего она просто пропускается потому что есть что-то получше что ж удачки до скорого